Здравствуйте! Первый городской продолжает свою работу в эфире. Вы смотрите наш ежедневный сейчас проект Гость студии. Почему ежедневный? Потому что в период до 25 октября этот проект посвящен тому, чтобы знакомить вас с теми людьми, которые сегодня претендуют занять место либо в городском, либо в областном совете. Претендует, а мы должны знать, кто эти люди, что из себя представляют, что, собственно, они предлагают и могут ли они изменить сегодня нашу жизнь. Среди огромного количества политических партий, которые нам предлагают свои услуги сейчас, есть партии со знакомыми названиями, те, которые работают уже не один год. Есть партии, наверное, с названиями, которые уже немножко порядком даже поднадоели, потому что работают достаточно долго. Есть совершенно новые организации, совершенно новые политические силы, которые только-только появились на политическом олимпе. И что из себя представляют, пока мало мы понимаем. Поэтому имеет смысл знакомиться с ними поближе, поэтому имеет смысл знать, что же они хотят предложить нам, если при удачном стечении обстоятельств окажутся либо в областном, либо в городском совете, точнее, их представители. Один из таких представителей сегодня гость нашей студии. Это доцент кафедры археологии и этнологии Украины Одесского университета имени Мечникова, историк и кандидат в городской совет от политической партии «Наш край» Александр Пригарин. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Знаете, самый первый вопрос, который хочется вам задать, думаю, что просто вот, знаете, на поверхности. Вы педагог, вы доцент, вы историк, вы много лет занимаетесь преподавательской деятельностью. Откуда вдруг взялась политика? Ну, политика в данном случае какая-то некое логическое продолжение этой деятельности. То есть вы шли к этому? Нет, это не совсем так, не такая жесткая причинно-следственная связь, безусловно. Ситуация другая. То, чем я занимаюсь последние больше 20 лет, это история этнографии нашего региона и нашего родного города Одессы. В какой-то момент времени профессиональная деятельность нуждается в перерастании в социально востребованных результатах. Это очень важно, чтобы не только забирать у населения, забирать, естественно, в кавычках какие-то артефакты, памяти и так далее, но и отдавать. То есть в какой-то момент ответственности перед теми своими земляками, с которыми я живу с детства, и жителями нашего региона, вот он, наверное, привел меня к этой мысли. То есть постоянное общение с ними приучило в нашей профессиональной деятельности, это очень важно. Мы не придумываем проблемы, мы описываем те, которые существуют. То есть вот этот принцип того, что проблема существует, ее надо описать, и, соответственно, надежда с их стороны, что эта проблема решится таким путем, в общем-то, где-то была главной такой предпосылкой и причиной того, что я сделал свой выбор. Я так понимаю, что ваша специализация здорово вам помогает в том, чтобы описывать эти проблемы, да, наверное, с таким историческим экскурсом каким-то. Да, да, безусловно. То есть я, мало того, что я историк, я еще совершенно экзотичен, как историк, я специалист по этническим процессам и культурам, то есть этнограф. Учитывая многонациональность как края, так и непосредственно нашего города, то есть мне в какой-то момент набрыдло, извините за такое не очень литературное слово, то, что мы считаем, что если хирург должен учиться 10 лет и только после этого может резать человека, то в вопросах языка, этнической идентичности и прочих вопросах все являются компетентны, все являются специалистами и запросто их решают. Вот да, и в политике тоже у нас сейчас все очень компетентны. То есть это одна из тех тем, которые очень болезненны для людей и очень требуют деликатного и профессионального подхода. То есть вот где-то это вторая причина, по которой я иду. Я понимаю, что те темы, которые для нас столь важны, они требуют решения профессионалов. И если я сомневаюсь, что в городском совете можно построить гармоничное общество в целом стране, то, по крайней мере, восстановить то общество, которое я с детства помню в городе, вполне реально. Потому ли вы решили сейчас поучаствовать в гуманитарном проекте вместе с вашими единомышленниками, я так понимаю, которые имеют название «Пишем историю вместе». Что это за проект? Это очень интересный проект, как для меня. Он не родился под выборы, он существует уже достаточно давно. Он сейчас просто так артикулирован, как социальный проект, и это очень важно. На протяжении своих экспедиционных работ мы столкнулись с таким интересным явлением. Невозможно сейчас писать историю только исходя из политических предпочтений и эстетики каких-то мировоззрений. Это очень важный нюанс сейчас. То есть тогда каждая власть или каждая региональная власть, которая придет, она будет переписывать историю. Все очень просто. И если отойти от этих штампов и грант-нарративов большой истории и обратиться к опыту и исторической памяти непосредственно у людей, то оказывается, что вот эта история более востребована. То есть локальная история, история на уровне семейных преданий, на уровне семейных фотографий. То есть каждый из нас таким образом, во-первых, пишет сам свою историю, во-вторых, хранит те источники, по которым это можно восстановить. И вот этот проект рассчитан на то, что мы запустим электронный ресурс, в котором будут аккумулироваться все те источники эго-происхождения, то есть частного, приватного характера, на основании которого можно будет писать реальную историю, бытовую повседневность. И таким образом... То есть каждый может поучаствовать, получается? Конечно, конечно. Это такой большой семейный альбом какой-то, да? Совершенно верно. Это мега-семейный альбом города, региона, в котором каждый может найти свою нишу, мало того, каждый может найти своих родственников. То есть та функция, которая поначалу была в социальных сетях, одноклассниках, контакт. То есть мы находили своих родственников, своих знакомых, которых потеряли. То есть благодаря этому проекту мы можем восстановить историю повседневности, историю родовую, историю памяти. Мне кажется, что очень действительно симпатичная идея. А он уже работает? Он стартовал этот проект или он только в планах? О какой стадии? В пилотном состоянии мы его пробировали в регионах области. Он работал. Люди с удовольствием принимали в нем участие. Да, наоборот. Появились такие энтузиасты, которых можно назвать историками уровня Геродота. То есть, например, Масленникова, одна из моих подружек, Феня Никоновна, она собрала за этот период более 300 фотографий, не только своего рода, но и соседей. И вот, безусловно, такие вещи уже работают. Другое дело, что мы эту отработанную методику сейчас попытаемся легализовать, отработать уже на уровне города и области в целом. То есть, это будет что-то цельное? Как это будет выглядеть? Это будет электронный вариант какой-то этого проекта? Как это будет? Будет несколько результатов. Самое первое, что будет, это будет сайт специализированный, где по географии и по алфавиту, скорее всего, а может быть и с хронологическими структурами, будет возможность размещать любые эгоисточники. От писем периода войны, например, до фотографий собственной свадьбы. Слушайте, мне кажется, это будет очень объединять людей. Ну, будем надеяться. Как семейный альбом. Будем надеяться, да. И самое главное, что даже процесс просмотра этого ресурса, я себе уже сейчас представляю, это будет не только индивидуально, а и наверняка родители будут звать своих детей и говорить, вот посмотри на своего дедушку или прадедушку. То есть, возможно, что это не только будет горизонтальное общение, но и вертикальное, что, в общем-то, задумано, и надеюсь, что оно будет реализовано. Ну, слушайте, с другой стороны, это такой очень известный исторический принцип. Народ, который не знает, не помнит свою историю, не имеет будущего. Наверное, это тоже одна из ветвей вот этого принципа. Помнить какие-то традиции свои семейные, свое генеалогическое древо, своих родных, предков и так далее, и так далее. Все это для потомков сохраняется. Тут нюанс просто очень простой, так сказать. Мы, безусловно, мы все равно помним свою семейную историю. То есть мы помним… Ну, до какого-то определенного поколения, наверное, да. И задача помочь, может быть, удревнить эту вот семейную историю для многих. Возможно, она будет под силу нашим профессиональным историкам, с одной стороны. Но, с другой стороны, и несколько внести коррективы в профессиональную историю описания. Да, поскольку, когда мы пишем об Одессе, мы даже до сих пор исходим из каких-то штампов, которые не характерны этому городу. То есть и здесь уже задача сделать историю персональной и городской настолько, чтобы не возникало желания по любому поводу голосовать. От горсовета до там Верховной Рады. Понятно, что я намекаю о том, что только в Верховной Раде, оказывается, сидят специалисты, которые могут определить возраст Одессы, понимаете, так сказать. То есть это, безусловно, глупость, которую надо избежать. Историкам сейчас есть чем заниматься, мне кажется. Безусловно. Как вы собираетесь это все соединять с политикой сейчас? Смотрите, с одной стороны, я к чему задаю этот вопрос. Мы говорим об обновлении власти, да, это очень симпатично. С одной стороны, то, что появляется во власти, хотят появиться во власти новые лица, это здорово, это вызывает позитив. С другой стороны, вы никогда не занимались политикой, для вас это абсолютно новая сфера. Вы будете здесь набивать свои шишки, да, и наступать на свои грабли. То есть вы в этом, вы не профессионал. Вас не пугает это вообще? Или вам интересно этим заняться и начать вот здесь вот с нуля? Это очень сложный вопрос. Дело в том, что до там какого-то времени, в детстве, я немножко занимался политикой. В детстве? Городской, ну так относительно, в юности. То есть какой-то молодежной там, да? Да, молодежной политикой, там сказать, достиг каких-то определенных высот карьерных. Но дело даже не в этом. Вот первые такие демократические выборы, которые были там 89-91 год, я в них принимал активное участие, не в качестве, конечно, кандидата, помогал своим друзьям. И мне тогда это было очень интересно. Потом, конечно, я увлекся сугубо профессиональными вещами, они мне до сих пор интересны. То есть нельзя сказать, что вот если будет альтернатива, я боюсь за себя, так сказать. История этнографии или политика, да? Вот так. Я надеюсь, что этого не будет. То есть тот опыт деятельности, который у нас есть по профессиональной, он говорит о том, что социальная база тех знаний, которые мы несем людям и, с другой стороны, получаем от них одновременно, это такой диалоговый момент, он как раз может строиться на принципах вот той муниципальной политики, о которой мы говорим. То есть окончательное решение, так сказать, вот идти на выборы, я принял благодаря сугубо команде, которая есть вокруг. Это абсолютно профессиональные люди в разных областях, то есть хозяйственники, журналисты и так далее. Это команда Антона Ивановича КСЭ «Наш край». И работая с ними достаточно давно, я вижу, насколько по плечу им совершенно масштабные проекты. То есть то, что невозможно представить мне там в истории, только индивидуально мне или там им в хозяйственной деятельности, за счет вот таких вот комплексных каких-то подходов, мы уже чего-то достигли, чего-то решали. И именно это дает мне основание думать, что и в таком качестве у нас получится. То есть я рассчитываю не столько на себя, то есть только в областях, в которых я являюсь профессионалом, сколько вот на команду. То есть это очень важно. Корпоративная работа в данном случае. Плечо единомышленника. Плечо единомышленника. Смотрите, вы сказали достаточно давно. Мне кажется, политическая партия «Наш край» существует относительно недавно. Ну, во всяком случае, на слуху она очень-очень недавно. Или же эта команда формировалась и только потом сформировалась вот такую определенную политическую силу? Я как историк могу сказать, не только как гражданин, что команда, которая сейчас идет на областные и городские выборы, это команда, которая сформировалась достаточно давно. То есть это друзья, единомышленники, земляки. То есть для меня этот коллектив очень родной и комфортный, ну, 10 лет уже точно. Другое дело, что туда влились какие-то новые люди. То есть проблема выбора не стояла перед вами по большому-то счету, да? Да, наверное, да. То есть, наоборот, для меня это очень лестно и гордо, так сказать, входить вот в эту команду, вне зависимости от выборов. В этом же, наверное, важность такой ситуации. И, конечно, политическая конъюнктура в данном случае, в хорошем значении этого слова, привела к созданию политической партии. Но важно, что идеология этой партии – это коллектив земляков, единомышленников. Ты умеешь делать стулья, я умею писать книги. Давай объединимся и сделаем вместе. То есть тебе стул, а я напишу книгу. Ну, то есть примерно вот так выглядит механизм того опыта взаимодействия с этой командой. Поэтому у меня и есть такие амбициозные планы реализовать. Вторым важным моментом, безусловно, тоже очень важным, является то, что так случайно получилось, я даже не думаю, что это какой-то осознательный момент, что когда мне назначили округ, этот округ оказался округом моего детства. То есть для меня география – это не избирательные участки, так сказать, или какие-то улицы с незнакомыми номерами. То есть я когда наносил это на план, так сказать, прикидывал, что это и где это, то есть у меня с каждым практически шажком маркера возникали воспоминания аностейгические. То есть здесь я в детстве разбил мечом окно во дворе, так сказать, со своими друзьями со школы здесь, я ходил там в булочную и так далее. То есть вот это вторая предпосылка моей уверенности. Уверенность вот в том, что мы все-таки земляки вот в таком локальном понимании. То есть Малая Орнеутская, Большая Орнеутская, Тираспольская, Кузнечная. То есть для меня эти топонимы – это не география, конечно, совершенно верно. – Как себя вот видите в городском совете в качестве, в каком качестве, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду? – Да. Я надеюсь, что… – Вы будете продолжать заниматься тем, что вам давным-давно знакомо, что вам для вас очень близкое, что для вас родное, и будете это нести в массы, как принято говорить, да? – Надеюсь, что я буду продолжать заниматься все тем же, только, наверное, в неком новом качестве, безусловно. У меня есть уверенность, даже не столько надежда, в том, что мое присутствие в горсовете поможет решить целый ряд национальных вопросов, не провоцировать на какие-то конфликты, которые, к сожалению, периодически у нас возникают. С другой стороны, не будет, возможно, спекуляций с исторической памятью, то есть той, где я действительно являюсь специалистом. – А вот вы как историк, как оцениваете вообще вот сейчас действительно спекуляции с исторической памятью? Вот, скажем так, переписать историю заново. Это правильно или все-таки с исторической точки зрения, и с точки зрения преподавателя и этнографа, это, ну, будем так, скажем, дописывать эти странички и помнить те? Вот как правильно? – Ну, надо понимать, что любая власть всегда переписывает историю. То есть, ну, увы, наверное, такой опыт, да? Вернее, в данном случае речь идет не об истории, как об опыте прошлого, а скорее как некое повествование о том, как она стала такой хорошей, я говорю, власть. И в этом-то и заключается парадокс, так сказать, вот того, что есть. – Но мы же теряем какие-то важные моменты, правда, исторические? – Безусловно. – Они же остаются где-то там, вот, непрописанными, там, при прежней власти, значит, они были неправильными и так далее. Разве это правильный подход, на ваш взгляд, вообще? – Это непрофессиональный подход, потому что история должна писаться, вот, позволим себе, так сказать, такой политический лозунг – децентрализация истории. Да, то есть, когда, если мне приходят тексты, там, даже учебники с другого города без всякой ксенофобии или еще чего-то, то есть, то, что важно для этого города, не важно для нас. Такое бывает, к сожалению. То есть, Одесса полна своей замечательной историей, которая далеко не всегда вписывается в национальные нарративы тех стран, в которые она входила. Ну, вот, увы, такой парадокс. И гармонично вписать вот этот наш региональный уровень… – Как это сделать сейчас? Как гармонично вписать? – Есть замечательный опыт, мы сделали это по региону, который у нас называется «Буджак» или там «Южная Бессарабия», «Украинская Бессарабия», «Придунавия», как угодно, да? То есть, 9 юго-западных районов Одесской области. Вот вместе с Антоном Ивановичем Кисе, в данном случае, как с профессионалом, этнологом, этнополитологом, мы на протяжении 10 лет реализовали очень удачный, на мой взгляд, проект. Мы создали очерки истории и этнографии этих регионов. Я уверен, что Одесса достойна примерно подобного же издания. В чем, как бы, там изюминка? То есть, безусловно, там болгары, албанцы, евреи, греки имеют свои версии прошлого Одессы. Задача не в том, чтобы их переписать или подмять. То есть, это не все греческое, это не все еврейское, ну и так далее. Так сказать, задача, корректная ситуация может возникнуть тогда, когда эти все версии изложены под одной обложкой. То есть, тогда любой одессит, прочитав, как бы, условно, версию о том, какая же Одесса, возникнет, во-первых, чувство юмора очередной раз. То есть, потому что он поймет, что Одесса всех нет. Извините за некий язык. Это изюминка, да, одна изюминка. И вот как раз вот эта площадка между культурами, площадкой взаимодействия, которое отработано в этом учебном пособии, а перед этим отработано самой практикой жизни, я говорю о привозе, например, или о седьмом километре. То есть, где как раз площадка общего общения, да, так сказать, то есть, вот там, рыночные отношения, позволяет преодолеть, ну не знаю, не только культурные стереотипы, но и конфессиональные. По-моему, все стереотипы, мне кажется, да, позволяют преодолеть, если это правильно написать, если это правильно выписать, да. И в конечном итоге Одесса, имея свою изюминку, являясь многонациональной, являясь многоликой, многообразной очень, в конце концов она все-таки вписывается вот в это понимание нашего края, да. Ну, то есть, она должна органично вписаться. И мне кажется, что это как раз и есть задача историков сейчас. Ну, будем надеяться, что вот как раз такая идеология, которую на самом-то деле, по-моему, разделяют все жители, она удачно будет поддержана и нашим краем, и мы будем реализовывать вне зависимости от выборов. Но если выборы нам помогут, то есть, это будет сделано гораздо быстрее. Спасибо вам большое. Удачи остается вам пожелать. Только думаю, что писать историю вместе – это хороший проект, это проект, который сегодня нуждается, мне кажется, каждый регион. Он независимо от вообще каждого региона Украины. Александр Пригарин – доцент кафедры археологии и этнологии Украины Одессского национального университета имени Мечникова, историк, этнограф и кандидат в депутаты городского совета от политической партии «Наш край» был сегодня гостем нашей студии. Надеюсь, мы познакомились. Спасибо, что пришли. Спасибо. И одесситам спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Первом городском и до встречи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok